Приветствую вас. Существует так называемая игра «Скандал». Психологическая игра «Скандал» представляет из себя одну из форм защитных реакций, которые призваны помочь человеку избежать близости, которую он воспринимает для себя в качестве, ну, чего-то негативного. То есть, грубо говоря, ваш муж, находясь с вами, ну, в трудной ситуации, да, не важно на расстоянии вы, не на расстоянии вы, просто в трудной ситуации, вот. Он боится, боится, что, например, ну, что вы ему, допустим, измените, или что ваши отношения завершатся, например, или, может быть, чего-то еще мужчина боится, того, о чем, ну, о чем можно только догадываться, потому что причин, причин для этого много всевозможных, вот. Так или иначе, человек избегает близости. Это факт, и это факт известный. То есть, если человек избегает близости, значит, значит, она для него чем-то страшна. Ну, по мнению человека, по мнению человека, конечно. Вот. И, соответственно, он пытается ее избежать. Ну, многие люди делают так, многие люди избегают этой самой близости, ну, просто потому что боятся, что в итоге им причинят боль, в итоге им причинят негатив, а они этого не хотят, люди, я имею ввиду. Вот. Поэтому вам, особенно если вы знаете, что с мужем все равно вы будете вместе, особенно если вы знаете, что с мужчиной все равно вы будете, рано или поздно, будете иметь воссоединение, вот, вам нужно не обращать на это внимание, относиться к этому исходительным, ну, то есть, в том плане, что, понимать, да, что мужчины движут, в общем-то, страхи, которые закрепились у него еще, вероятно, в раннем детстве, вот. Ну, и, например, что, если люди на расстоянии, то все, значит, отношений никаких нет и быть не может, ну, например. Вот. То есть, к этому нужно относиться спокойно, спокойнее, вот, не эгоистично, в том плане, что не думать, что это из-за вас, что это вот мужчина из-за вас так себя ведет, что это все дело в вас. А, нет, дело не в вас, а дело именно в нем. Дело именно в том, что мужчина просто, напросто, боится, вот, ну, боится того, чего боится, да, вот. Ну, психологическую игру, скандал, как я уже сказал, вам нужно будет посмотреть, потому что это, конечно, прям, ключевой аспект для вас, да, то есть, мы подскандалим, я буду на тебя злиться, и, соответственно, мы не будем близки, и, соответственно, я спокойнее отнесусь к тому, если ты, там, меня или предаешь, или обидишь, или изменишь, или решишь уйти. То есть, я все равно буду переживать, все равно буду переживать, все равно мне будет плохо, но, по крайней мере, я буду знать, что ты такая. С этой игрой, естественно, заседствует другая игра, которая называется Попался Сукин Синь, и она характеризуется тем, что человек, как бы, ищет, ищет, да, чтобы ухватиться, к чему бы прицепиться, к чему бы прибраться, и так далее. Э-э-э, про эту игру тоже вам следует почитать, чтобы понять, э-э-э, чем, э-э-э, ну, просто она, и так далее. Вот, ну, а также вы можете познакомиться и, в общем-то, с, э-э, анальным типом, вот, э-э-э, людей, ан-э-э, анальный тип людей, вот, э-э-э-э, и, 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 и оральным типом людей, вот, чтобы посмотреть, э-э-э-э, к э-э-э, к какому типу относятся ваши мужчины. Ну, вот, судя по тому, что вы описали, да, мужчины относятся больше к оральному типу, потому что, э-э-э, вы пишите, что он обвиняет, э-э, не разговаривает, ну, правда, вот, вы говорите, что не разговаривает. То есть, вот, отсутствие разговоров, это всё-таки больше характерно для анального типа. Ну, здесь надо смотреть. Я думаю, что, если вы увидите э-э-э-э, ну, критерии, да, то есть, почитаете об этом, э-э-э, вы сможете лучше сориентироваться на счёт того, к какому именно типу мужчины относятся. Ну, это нужно, нужно не для того, чтобы, э-э-э, повесить ярлык на человека, а это нужно для того, чтобы, ну, чётко понимать, э-э-э, что от него вообще можно ждать, чего от него можно ожидать, вот, чтобы он не принёс вам сюрприз, потому что сюрпризы, они, вот, как, как видите, один для другим идут. Э-э-э, я стараюсь вам всем ему помогать, проявлять интерес в его делах, в ответ слышит, что я сходил во вред на зло ему, а если ничем не интересует, говорит, что мне ничего не надо, кроме себя любимого, меня ничего не интересует. Э-э-э, сказал, что с сегодняшнего дня будем жить сами по себе, мои дела его не интересуют. Ну, вот это тут, чему-то стремится, то есть он боится разрыва с вами, вероятно, ну, если, э-э, при вашем, э-э-э, совместном проживании, да, у вас всё было хорошо, то это вот только, это вот означает, э-э, страх мужчины, как остаться одному, а это поведение, как, как защитная реакция, по сути дела. А-э-э, вам, э-э, в этой ситуации нужно не стараться во всем ему помогать и проявлять интерес во всех его делах, да, потому что это выглядит как определённая фальшь, э-э, как подлизывание, как лебезение, знаете, вот, ну, принижение, может быть, даже, э-э, что ваш мужчина, очевидно, воспринимает как слабость. Вот. Ну, и неполное безразличие, когда, то есть, как бы, от таких вот крайностей, да, лучше отказаться. Определите для себя несколько основных факторов, э-э-э, которые вам интересны в жизни мужа и старайтесь их придерживаться. Кроме того, э-э-э, если вы всё-таки муж и жена, да, то есть, если вы люди, которые, ну, как минимум, не один год хочется верить на их друг друга, э-э-э, то, наверное, у вас есть что-то общее. Вот это общее, оно и должно стать фундаментом для вашего взаимодействия. А так получается, что общего у вас нет, и возникает вопрос, а что же вас объединяет тогда? Да. Ну, вот. И не является ли реакцией мужчины, и ваша реакция, э-э, вследствие того, что вас, по сути дела, ничего не связывает, кроме, 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 э-э, какие-то общие алгоритмы структурирования времени и всё. Вот. В таком случае, возможно, стоит переоценить ваши отношения, и, кто знает, может быть, даже их завершить. Потому что, не даром говорить, что расстояние, э-э, испытывает отношения, и если они недостаточно крепкие, то отношения такие, э-э, такие отношения заканчиваются. Конечно же, э-э, что иногда бывает довольно, ну, довольно болезненно для людей, вот. Но, тем не менее, лучше отношения закончить раньше, чем, э-э, позже, и мучиться. Вот. Э-э, также я, э-э, заметил некую жертвенность в вашем поведении, вы говорите на данный момент живом на расстоянии, общение только по телефону, вот так в жизни бывает. Это не в жизни так бывает, Ирина. Это вы сами сделали такой выбор. Это вследствие вашего выбора. Это не следствие того, что в жизни бывает, в жизни бывает всё, на самом деле. А, это следствие именно тех выборов, которые вы сделали. То есть, грубо говоря, вы выбрали себе мужчину такого, который, э-э, ну, скажем так, уехал, да, от вас надолго. Ну, вот. Вы выбрали интересоваться всеми его делами, да, хотя какие-то дела вас, видимо, не интересуют. Вот. Ну и вы выбрали определённую степень зависимости от него, эмоциональную, видимо, раз задаёте этот вопрос. Оптимальный вариант не развивать конфликт до личной встречи, а на личной встрече всё прояснить и обсудить. Оптимальное, если есть корректные, адекватные сроки вашего воссоединения, то есть, если там месяц, два, три, ну, максимум шесть, это можно пережить. Если сроки раздельного проживания год, здесь, я боюсь, без встреч будет очень сложно. То есть, это всё тоже нужно учитывать. Не совсем понятно, какая у вас перспектива, да, какие надежды, но, тем не менее, если срок разлуки у вас исчисляет с месяцами, то лучше, если вы не будете вообще как-либо конфликтовать, просто дождётесь всего, и всё. Потому что потерять отношения, потерять семью, мужа в таких ситуациях очень легко. Вот, мужчина. Мужчина, может быть, тоже переживает, но никак не может выразить свои чувства по отношению к вам, потому что боится показаться слабым, как это очень часто бывает в наших российских реалиях. Вот, так что вам нужно быть мудрее. Раз уж вы согласились на это, то вам нужно быть мудрее. Других вариантов лично я не вижу. Другое дело, если вас задевает его реакция, другое дело, если вас трогает то, что он говорит, если вас напрягает, если вас обижает, то, что вот он, ну, как он себя ведёт, да, вот, то здесь, конечно, надо бы поработать над тем, как вы всё это воспринимаете и почему именно так. Вот, потому что тот факт, что задевает вас, это, конечно, свидетельствует о том, что либо вы в себе не уверены, либо есть какие-то, ну, проблемы, какие-то внутренние противоречия, которые мешают вам адекватно по-взрослому воспринимать такое детское поведение своего мужа. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.